Затем Затем Ты пыхти, самовар, кипятись, самовар, да на нас, дорогой, не сердись. Ой, Марфа, мороз-то, похоже, крепчает. Угу. Ай, дивная погодка на праздники выдалась. Угу. Марфа, я с тобой говорю или с кем? Угу. Хоть бы голову повернула. Угу. Марфа! Ой! Ой, простите, книга уж больно завлекательная, про разбойников. Про разбойников. Смотри, чтоб тебя эта книжка не увлекла, невесть куда. Угу. О-о-о, вот это мороз. Бонзюр, мусье. Здравствуйте, мусье. Бонзюр, мадемуазель. Чаю с пирожками. Ага, сири секунду. Я там одежку повесил на вешалку, ничего? А, ну, вешалка для этого и поставлена. Да я не в том смысле. Никто не утащит. Не было еще такого. Тогда чаю. Сию минуту. У-у-у, я вижу, у нас мадемуазель-любительница почитать. О-о-о, читает все напропалую. Управы никакой нет. Поговорить даже не с кем. Я правильно говорю, Марфа. Угу. Я тоже люблю на досуге почитать. Особенно приключения. Бери поддом. А, мадемуазель. А что вы читаете? Угу. О-о-о, черный замок. Мильбардон. Замечательная книга. Пираты-корсары. Жуть. Это точно. Я, между прочим, ее раз десять перечитывал. Охота вам была перечитывать все это и тратить время впустую. Ну, что значит впустую? Кстати, мадемуазель, вы уже прочитали, когда к ним приходит этот разбойник, который скрывает свое лицо за пусищами и шляпочками? У меня даже мурашки по спине побежали. У меня до сих пор белут. Как жаль, что в нашей глухомане такого никогда не случится. Ну, этого и шток не хватало. Ну, а что, а что? Был бы повод показать свою храбрость. Тогда бы все узнали, кто такой Сер Шебурцов на самом деле. Да вы что? Вы бы не испугались этих корсаров и этого разбойника, который нарисован на странице? Семьдесят восемь. Да, точно. Мадемуазель, я бы даже глазом не моргнул. На мне был бы такой замшевый костюм. Белый воротник а-ля Горсун. Перчатки. Шарман. Все вы просто ахнули. О, куда подобное чтиво-то заносит, а? Месье, перед вами Сер Шебурцов собственной персоной. Рекомендую вам прямо сейчас сдаться, чтобы не тратить ни мое, ни ваше время. А, забыли, у меня же еще здесь такой плащ через плечо. Восхитительно. Ну-ка, ну-ка. Да, действительно, вид у этого разбойника не самый благожелательный. А, вы испугались? Представьтесь, испугались. Да так, как-то даже не по себе от одного вида. Да ничего, ничего. Усы, как испахли, да еще шляпа. Ничего, муншерами, не волнуйтесь, мы о вашей трусости никому не рассказали. Какой трусость? Нет, я тут чем-нибудь поживлюсь. Ну, здорово, господа хорошие. И да, мы тут. Одно лицо. Разбойник. Разбойник. Это, это он. Разбойник. Мама. Что это с ним? Это месье Огурцов. Собственной персоной. Он вам хочет кое-что сказать. Сам Серж Огурцов. Извините, не имею чести знать, кто это. Не морочьте мне голову, быстро говорите. Что у вас тут хорошенького? Чем можно поживиться? Поживиться? Да. Ну, скорее, месье, Серж. Напроявляйте свою храбрость. Ну, скажите ему что-нибудь. А что, а что я скажу? Да. Я скажу, и держать меня не надо. Я сейчас скажу, все скажу. Дружище, я на вашей стороне, дружище. Так, осторожней. Что за фанильярность? Я просто хотел сказать, что ветер странствий, свобода мысли и так далее, и тому подобное. Всегда были близки мне по духу. Поэтому вы можете рассчитывать на мою защиту, на мою помощь. Вот она. Я, конечно, не особый храбрец. Но хочу вам сказать, будем сражаться. Без боя не сдамся. И я тоже. Да что у вас тут в самом деле происходит? С ума все подсходили, честное слово. Ух ты. Ой. Я же говорю, чем можно поживиться? Ну что закусить? Ах, горяченького. Губернатор. Губернатор. Ну кто же, я, конечно. Ой, приехал к вашему городничему. Да вот, решил старое вспомянуть. Поколядовать с молодежью. Так у вас наряд-то для колядования? Ну для чего же? А? Ммм. Конечно. Ох, да, мы уж тут кольдовали-то. О-о-о. Так ведь морозец. Морозец. Да. Да, я, видите, даже осип. Пить не в моготу, вот ведь. Да, ну, остальные-то, молодежь, дальше пошли. А я решил, нет. Думаю, пойду к вам отогреюсь. Горяченького поем. Работуете за балетний район сейчас. Такое совпадение. Да. А это месье Огурцов. Собственно персоной храбрец. Я с вашего позволения пойду. Ну. Адье. Адье, месье. Вы извините, ваш предстоятельствитель. Сейчас будет все горяченькое. Вот, а пока вот чай с лимончиком, пироги. Вот это совсем другое дело. Да. А то, ишь ты, сражаться говорить буду. О, хорошо. Вот такая история, дорогие мои. А о чем она? Я думаю, и так всем понятно. Трусость – это неумение побороть свой страх, когда это сделать необходимо, чтобы прийти на помощь близким или слабым. А смелость и храбрость – удел тех, кто готов пожертвовать собой ради других. Именно таких людей потом вспоминают, как настоящих героев. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. До новых встреч, мои дорогие. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok